Спокойная умная статья о крысыловах различных мастей от Игоря Яковенко. Яковенко – один из самых интересных российских журналистов, пишущих о путинской эпохе. Древняя легенда гласит, что 26.6.1284 года в городе Гамельне появился юноша, который с помощью звуков волшебной флейты увел за собой всех детей и утопил их в реке. Это была его месть за то, что перед этим он таким же образом избавил город от крыс, а магистрат не выплатил ему обещанную награду за этот подвиг. С тех пор подобную модель поведения, при которой люди следуют навстречу неприятностям, ведомые сладкими лживыми звуками стали называться «дудочкой крысылова». Иногда этот же социальный феномен получает название «козел-провокатор». Но мне термин «дудочка крысылова» кажется более вежливым. А кроме того, я против разжигания розни по отношению к любым животным вообще и к парнокопытным в частности. В путинской России созданы невероятно благоприятные условия для крысыловов самой различной политической ориентации – от оголтелых путинцев до непримиримых антипутинцев. Почву для них готовит в том числе телевизор, выжигающий содержимое голов россиян и создающий условия для того, чтобы любой проходимец беспрепятственно вкладывал в эту пустую голову ахинею. В новом для себя качестве пропутинского крысылова обнаружился хоккеист Александр Овечкин, который сообщил планете, что он создает общественное движение «Путин Тим», то есть путинская команда. Он решился на этот шаг, поскольку сам он лично горд и счастлив быть в команде Путина. Само по себе заявление, что тот или иной человек причисляет себя к команде Путина и даже создание еще одной сотой по счету за путинской или около путинской команды не могло бы претендовать на статус новости, если бы не личность автора новой инициативы. Дело в том, что Александр Михайлович Овечкин 13 лет из своих 32 живет в стране, которая является, судя по тому, что постоянно говорит путинский телевизор, да и сам Путин врагом России и вообще главным дьяволом на этой планете. Александр Овечкин там не просто живет, а живет вполне успешно, поскольку в 2008 году заключил с клубом Washington Capitals контракт на сумму 124 миллионов долларов. Что касается успешности спортивной карьеры Овечкина, то тут главная заслуга, несомненно, принадлежит ему самому, хотя и роль страны, предоставившей российскому патриоту свою спортивную инфраструктуру, со счетов списывать не следует. Вопрос только один, при чем тут команда Путина? Создавая общественное движение «Путин-Тим», Овечкин предлагает россиянам вслед за собой делать что? Найти применение своим талантам за рубежом? Уезжая из России в 2004 году, Овечкин довольно сильно хлопнул дверью. Его клуб «Динамо» не хотел его отпускать, заявляя свои права. Был суд, который Овечкин проиграл, но заявил, что все равно в России не останется. Вот такая вот тяга покинуть родину. Уехал и уже Вашингтонский суд решил дело в его пользу. Родина злобно заскрежетала зубами, с трудом выпуская Овечкина. За 13 лет процветания на чужбине у Овечкина вырос патриотизм. И вот теперь он всех зовет в команду Путина из Вашингтона. Это первый Вашингтонский крысолов. Другой крысолов обосновался сейчас на Западе Европы. По утверждению СМИ он сейчас в Париже. Призывает всех россиян устроить революцию в России. Это революционер и русский националист Вячеслав Мальцев, который еще в 2013 году назначил День революции на 5-11-2017 и призвал соотечественников выйти в этот день в 12 часов на улицу к административным зданиям и не расходиться, пока не уйдет в отставку Путин, а также правительство, Госдума и Совет Федерации. И вот этот день настал. Начиная с 12 часов, революционер Мальцев поздравил своих сторонников с наступлением новой исторической эпохи, после чего почти час захлебывался от восторга на своем канале артподготовка «Мы страшнее ИГИЛ», радовался революционер Мальцев, перечисляя успехи запланированной революции, которую он готовил 4 года на секундочку. Вся армия выведена на улицу, все в панике, Кремль горит, Шойгу обоссался, эта система пошла в разнос, все бегают туда-сюда, МВД не знает, что делать и так далее. В это же время независимые вещатели передавали то, что происходило в центре Москвы и в других городах, где полиция деловито и немного сленцой винтило тех, кто последовал призыву парижского крысового и вышел на площадь в надежде перестоять Путина. Революционеры вполне безропотно следовали в автозаке, и единственный, кто оказал сопротивление, был молодой человек восточной внешности, который явно пытался доказать космонавтам, что он тут совершенно случайно. Революция в кавычках Мальцева началась в 12 часов, а в 14 часов МВД сообщило о задержании 263 человек в центре столицы. Еще через полтора часа Мальцев закончил свою очередную артподготовку, еще раз поздравил соотечественников с наступлением новой исторической эпохи и отключился от эфира. Вождь революции Мальцев после совершенного подвига отправился, скорее всего, в ближайшее парижское кафе, а 263, как минимум, его сторонника поехали в автозаках в места не столь комфортные. Вождь революции Мальцев, завершая свой триумфальный эфир, с веселой улыбкой посоветовал всем сторонникам не очковать, что в переводе на русский обозначает «не бояться», поскольку, цитата, «всех по 205-й не посадят, мы их самих посадим». Для справки, 205-я статья Уголовного кодекса РФ – это терроризм, срок вплоть до пожизненного. В сегодняшней России протест невозможен без уличной активности, но желательно, чтобы ее организовали люди ответственные, способные разделить судьбу тех, кого они призывают к противостоянию силовиками, а не провокаторы, требующие от сограждан революции, сидя в Париже и собирающие деньги. Ну вот сейчас, появись я сегодня на манежке, ну и что, получил бы пожизненное, и все нормально. А смысл? Смысл какой, если можно бороться? Ну что, я сейчас сидел в тюрьме, и какая бы это была борьба? Никакой. «Поэтому вы абсолютно не правы здесь. Мальцев, мы вышли за тебя, а ты вышел, не вышел за нас. Ребят, я за вас вышел, знаете, сколько лет назад, и не заходил еще, и даже не заходил. А вот тот, кто сейчас это пишет, тот не выходил наверняка никуда. Потому что если бы ты вышел, ты бы сейчас в ЗАКе сидел в спецмашине, или сидел бы в подвале». С момента появления в городе Гамельне музыканта с волшебной флейтой прошло более семи столетий. В некоторых странах с тех пор научились распознавать крысоловов и не вестись на звуки дудочек. В России с этим постоянная проблема. Возможно, все дело в музыкальном образовании? Пора что-то в этом исправлять. Игорь Яковенко. «Какой план на завтра?» спрашивают. На завтра план собираемся, вот уже люди сказали, в 12 часов собираемся на Манежке. То есть продолжается то же самое. Я думаю, что мы будем на связи, люди будут стримить, все будет продолжаться. Я думаю, что революция никуда не делась. Она развивается, и мы еще увидим волну более серьезную. То есть нужна определенная критическая масса. Нужно, чтобы было много людей, готовых к самопожертвованию, готовых к тому, чтобы идти на революцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова